Проект «Герои былых времен» уже третий раз проходит в стенах Брестского областного краеведческого музея. Каждый раз он посвящен настоящим героям, участникам Великой Отечественной войны. Накануне им стал участник революционного движения в Западной Беларуси и один из руководителей партизанского движения на Брещене – Захар Филимонович Поплавский. Музей представил выставку предметов, на которой отражены основные вехи его биографии. Это, например, фотография Захара Филимоновича Поплавского перед его отправкой на Западный фронт Первой мировой войны, сделанной в 1917 году. Очень интересен пропуск, который он получил 2 августа 1944 года, буквально через несколько дней после освобождения нашего города. Пропуск, который позволял ему находиться в ночное время на улицах города. Есть личная книжка участника восстановления нашего города, датированная октябрем 1944 года. Это такая уникальная, ну не уникальная, но интересная фотография, где он запечатлен своими родителями. Снимок сделан в 1937 году. В рамках музейного проекта «Герои былых времен» были представлены также предметы и личные вещи, которыми когда-то пользовался сам Захар Филимонович Поплавский. Организаторы подготовили презентацию, в которой познакомили слушателей с различными периодами жизни главного героя. Также на мероприятии была представлена выставка агитационной литературы XX века, которой пользовались представители Коммунистической партии Западной Беларуси. Это и периодические издания, и информационная брошюра, которые вызвали искренний интерес у собравшихся. Большое количество изданий также на польском языке, можно посмотреть по названиям, то есть были даже на ИДИШ. Работа была поставлена достаточно широко и рассчитывалась на различные, скажем так, как социальные, так и этнические группы, проживавшие здесь, на нашей территории. Издательство Вильно-Белосток, то есть это территория Тагнашней и Второй Речи Посполитой. Во-вторых, практически на всех изданиях проставлена цена. И в-третьих, допустим, вот мы можем посмотреть, некоторые брошюры имеют достаточно такие нейтральные названия. Всего в рамках данного проекта запланировано четыре мероприятия. Первые два рассказали генерале-лейтенанте авиации Алексею Сергеевичу Благовещенскому и академике Андрея Алексеевича Трофимуке, которые также оставили важнейший след в нашей истории. Информация о том, кто будет являться героем заключительного мероприятия, пока не разглашается. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Льмонтович, Новости Бук-ТВ.